Забегает парень, забегает, через какое-то время убегает. Я говорю, молодой человек, а вы куда? Он говорит, да мне цветок нужен, на Г. Цветочный салон. Это все-таки история про бизнес. И мы реально ломали стереотипы. К нам забегали, роза есть, а мы специально привозили ее поменьше, вот эту бордовую, там, Ред Париж. Мы не увидели в списке Форбс. Владельцев цветочного бутика. Владельцев, да. Попасть в цветущий сад, в самую кульминацию сибирских морозов, РБК посчастливилась только потому, что мы сами напросились в гости к героине проекта «Бизнес-историй». За окном минус 40, а Елена увлеченно показывает свежие букеты живых экзотических цветов со всего мира и рождественское оформление салона, где каждый сантиметр пространства – произведение искусства. Скоро студии цветов «Ля Рос» исполняется 10 лет. Каким был этот путь, выстроенный Еленой Лазаревой, классической деловой леди, которая успевает все – быть мамой троих сыновей и открывать салоны цветов по всей стране. Елена, большое спасибо за то, что вы впустили съемочную группу РБК в такой цветущий сад посреди зимы и холода. Цветочный салон – это, с одной стороны, классический женский бизнес, с другой стороны рынок настолько насыщен и присыщен, что кажется нереальным появлением нового цветочного бутика. Насколько нужно быть акулой, чтобы плавать в океане с зубастыми коллегами? На самом деле нет никакого океана, нет никаких акул. Это цветочный бизнес, это красота. У нас есть миссия в нашей компании, что мы делаем людей счастливыми. И в следующем году нашей компании 10 лет, и вот открываясь 9,5 лет назад, я на самом деле с восторгом, с восхищением смотрела на те цветочные сети, которые были. У меня кроме восхищения ничего не вызывало, не было ни зависти, я видела результат. Я понимала, что за каждой сетью, за каждым салоном стоит результат. И меня это очень восхищало. Просто хотелось сделать то, что до этого не делали другие. Все налево, мы направо, все направо, мы налево. Поэтому эта история пошла, наверное, больше от сердца. И вы стали транссеттерами. И да, я могу с гордостью сказать, что мы стали транссеттерами. И это, знаете, когда ты делаешь свое дело с любовью, и тебе каждый день хочется быть лучше, чем вчера, и ты каждый день анализируешь, а что бы я еще мог сделать для клиента, а как сделать клиента еще счастливее, безусловно, у тебя рождаются каждый день новые идеи. Одной девушке реально тянуть этот бизнес? Нет, ну конечно, надо с мужем. Это шутка. На самом деле, безусловно, у нас большая команда. И команда невероятная. Команда, которая с нами, есть сотрудники, которые с нами работают по 5-9 лет. И это невероятные профессионалы. Я горжусь каждым, каждым членом команды, потому что вместе мы сила. Знаете, мы такой, как локомотив, мы товарный состав. Мы закупаемся сами онлайн на аукционе, наши англо-русскоязычные менеджеры по закупу, включая поставки, включая прием товара, включая работу с браком по приходу. То есть это скоропорт, срок реализации цветка 3 дня. И ты должен четко понимать, что все, у тебя не будет другого шанса, как продать именно свежий товар в эти 3 дня. Мы захотели привнести в Новосибирск, наш любимый город, немного Франции. И это такая история, что каждый раз, когда попадаешь в Европу, ты видишь, как там красиво. И знаете, так как мы с проактивной позиции, что ты можешь сделать, что зависит от тебя, мы решили, что мы своим брендом будем нести вот эту красивую Европу в нашем городе. Поэтому, если смотреть, как у нас оформлены все локации, как мы стараемся с любовью оформлять каждый фасад. Недавно у нас открылся объект на Ленина 3 в самом центре города. Мы поставили Эйфелеву башню, мы безумно украсили. Я считаю, что это правда, это какой-то некий Париж, Милан. Это та Европа, которую ты хочешь показать людям. И знаете, я недавно тут стою возле салона, и меня спрашивают, а вы крайняя в очередь? И я шапешила немножко фотографироваться, и люди с такой любовью, и столько у нас обратной связи в Инстаграме. И вообще люди пишут, спасибо вам за эту красоту. Вы знаете, эти слова, они реально вдохновляют и окрыляют, и хочется каждый день делать еще больше. Поэтому это прекрасное цветочное название вот с таким окончанием или с такой красотой, с розочкой в конце, оно все-таки говорит о том, что мы про цветы, мы про любовь, и мы где-то про Европу. Все-таки бытие определяет сознание, это правда. Елена, я хочу вам открыть секрет. Каждый раз, проходя мимо ваших бутиков цветочных, я смотрю на себя соответствующей. Я одета для того, чтобы зайти вовнутрь. Хорошо ли я выгляжу, а вдруг вот там вот подраскоды меня не пустят. Вы создали настолько высокую планку сервиса, настолько красиво оформлена атмосфера, что это просто такая цветочная сказка. И порой ты думаешь, ой, а может быть я как-то вот лишний раз там не зайду, потому что стесняюсь. Как это работает? Всегда ли в плюс? Или наша ментальность еще не готова, наверное, потреблять красоту просто так? Это, наверное, один из тех самых факапов, когда мы создавали первый свой цветочный салон на Советской 55. Это был 2011 год. И у нас он был простой, простой. Вот у нас такой даже был девиз, стильные букеты за реальные деньги. И мы очень активно зашли. Мы креативные ребята с невероятной рекламой. Мы зашли первые с рекламы в ресторан. Мы сделали лейблы. Мы первые создали бирки на цветы. Раньше вообще не было брендированного товара среди цветов. А что значит бирки? Вот эти деревянные ля-розы? Это вот, да, мы с вами потом попозже посмотрим, что у каждой продукции у нас есть свой такой, свой логотип, да, ля-роз. И мы тем самым первые стали сегментировать свой товар. То есть мы стали показывать, что это букеты от ля-роз. Раньше этого не было. Был букет и все. Такой ноунейм, да? Да, ноунейм. Нам хотелось показать, что вот эти букеты от ля-роз. И это стало таким, знаете, ну да, мы стали трендсеттерами. Мы создали такую новую волну, чему мы очень рады. Давайте поговорим, Елена, немного о трендах и нюансах цветочного бизнеса. С какой суммой можно зайти на этот рынок? Как грамотно выбрать локацию? Как себя грамотно, красиво подавать? Что вы воспитываете эстетику, воспитываете вкус. А ведь сегодня мало действительно одного цветочка. Нужна эмоция, нужна феерия, спецэффекты. Спецэффекты я вижу. Феерию я вижу и эмоции я получаю. Все зависит от того, какую цель преследует девушка или предприниматель, когда открывает цветочный салон. Потому что сегодня мы можем и в Инстаграме завести бесплатно страничку. Это будет совершенно без каких-либо затрат. И перед каждым заказом ездить на оптовый склад, закупать цветы и делать заказ. Не выбирая из пьяновидной розы? В зависимости. Еще раз я говорю, это зависит от того, какой ты сегмент выбрал. Вот это очень важно понимать. Когда мы зашли на рынок, мне хотелось сделать более доступным. То есть я видела, что есть на рынке, учитывая то, что у меня уже был великолепный 10-летний опыт в S7, в коммерческом директорате. Я уже доработалась до руководителя. Плюс у меня было свое собственное турагентство. Конечно, у меня был опыт уже в продажах, в сервисе. Ваш бэкграунд помог вам увидеть мир, увидеть эти тенденции и транслировать их здесь, на месте. Конечно, мне захотелось просто создать иной продукт. То есть мы с командой сидели и думали, а что мы можем сделать, а что мы можем еще нового привнести. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, сколько денег, вот я не могу сказать, я не могу сейчас выдать бизнес-план. Все зависит от того, какую ты выбрал нишу. Когда мы зашли и нам сказали, ребят, я помню, у нас было, я думаю, нет, я буду делать доступнее. 700 рублей, 1200, 1500, у меня заходят знакомые, у меня заходили просто клиенты на Советскую 55 и говорили, ребята, есть что делать? А что так дорого? Нет, наоборот, а что так дешево? А можно что-то сделать более побогаче, пороскошнее, подороже? То есть клиенты готовы были платить 2500, 3000, то есть для меня это были уже тогда большие деньги. И волей-неволей, это такой, знаете, для нас послужил толчок, точка роста, и мы перешли в другой сегмент. И мы этому благодарны. Поэтому здесь нужно понимать, на кого ты работаешь. У нас получилось, что у нас такой эконом плюс премиум сегмент, плюс вот эта красота, которую мы создаем, про феерию, о которой мы говорим. Это, безусловно, фасады, это, безусловно, вот внутри мы создаем атмосферу Европы. Очень много товара. То есть вообще наших три кита, на котором строится наш бизнес, это качество цветка, ассортимент цветка. То есть мы стараемся вести очень много. То есть у нас поставки идут с Голландии, не как многие, знаете, клиенты говорят, как с Голландией, у нас же нет прямых рейсов. На самом деле везется все грузовыми самолетами через Амстердам. Это такой транспортный хаб. Цветы поступают с Эквадора, с Эфиопии, с Италии, с Кении, с Израиля. Цветок идет со всего мира. И потом он летит к нам напрямую с Амстердама на Сибирск. Поэтому здесь очень много завязано на том, что очень много накладных расходов. Только транспорт составляет 100% от себестоимости цветка. Плюс мы, безусловно, евро и долларовозависимые. Да, мы валютно зависимые. Поэтому когда приходят и говорят, что так дорого, все, доллар, евро изменился, пожалуйста, новые цены. Перед праздником все, на аукционе весь цветок вырастает по цене. Поэтому здесь очень нужно четко понимать, на кого ты работаешь и что ты хочешь получить. Ты хочешь выстроить сеть? Нужно себя спросить. Готов ли ты нести ответственность? Хватит ли тебе, да, сзади бэкграунта в виде знаний, в виде опыта? Потому что очень много задействовано у людей. Очень много человеческого фактора. И это Скарапорт. Вот, то есть я всегда ставлю на этом акцент. Потому что клиенты приходят, и они ожидают, что цветы будут стоять как можно дольше. И они не будут совершенно прихотливые. Но, увы, ах. То есть это свежий цветок, который едет, который очень много, знаете, таких вот, не дай бог, нарушил тепловой режим, не дай бог, цветок запарился и так далее. Поэтому мы тщательно следим за этим. У нас даже голландцы говорят, о, боги, вы, говорят, самые-самые. Мы очень требовательны к цветку. И для нас очень важно соблюдение всех мер перевозки. И мы стараемся вести самое вкусное, самое красивое и самое свежее. Это, как Оскар Уайлд говорил, ценность истинную имеет только то, чья жизнь ограничена. Это, наверное, на ваших цветах говорил. Наверное. А что касается локаций, это обязательно должна быть точка в центре? Вы знаете, нет. Тут, опять же, я говорю, что так как сейчас очень много всего ушло в онлайн, у тебя может быть просто интернет-магазин, у тебя может быть просто страница в Инстаграм. Не обязательно оставать. Таркитчен такая, да, цветочная? Да, конечно. Но тогда невозможно будет создавать такую красоту. Ведь каждый сантиметр вашего салона... Накладные расходы. С точки зрения бизнеса, да? Елена, я не знаю, как называется эта композиция, но я точно помню, что на главном деловом приеме года наша съемочная группа ее увидела, заприметила, и мы поняли, что это ваш авторский стиль. Это называется Амарантус. Сейчас, знаете, такая тенденция началась, стали любить больше нюдовые оттенки. То есть, если посмотреть, то это все такого нейтрального тона, либо на контрасте, да, то есть, допустим, там вот серебристо-черное, ну это прям совсем такое новогоднее композиция. То есть, тренды цветочного рынка, они меняются в плане того, что модно дарить, как трендово упаковывать? Правильно? Расскажите еще об этом. Потому что есть, к примеру, очень много наших любимых клиентов, которые любят только моно. То есть, они дарят охапку, но они любят, допустим, пьяновидную розу, вайта хара. Она очень-очень такая, знаете, прихотливая, но ее клиенты любят именно за запах. И стоит она очень мало, но люди любят ее за запах. Еще Скоропорт, да? Да, Дельфиниум, он стоит очень мало тоже, но невероятен, он шикарен. Понимаете, когда даришь вот такую красоту, то это вот вызывает такое, знаете, неподдельное у женщин восхищение. То есть, вот этот стиль мы привезли из Миланы еще три года назад. Мне очень это нравится. Знаете, сочетание ранункулесов с нобелесом, с голландской елкой. И вот этот такой припудренный аспарагус, либо мы его в разные золотые, вот здесь золотые оттенки можно видеть. Все это упаковано в тишью. Тишью у нас есть разное, есть брендированная La Rose. И вот такая асимметричная бумага. То есть, безусловно, мы стараемся следить за всеми трендами. Видите, у нас все ленты с логотипом идут. Я очень люблю сочетание эликса. К сожалению, сейчас эликс вот эти ягодки, вот они есть, такого приятного цвета и слегка оранжевого. Но сезон отходит. У цветов есть сезонность. Вы прослушали краткий мастер-класс от флориста Елены Лазаревой. Добро пожаловать, записывайтесь на курсы. Десять с половиной лет назад, когда заходили на рынок, мы специально стали привозить много другой экзоты. Потому что есть безумно красивые цветы, и мы реально ломали стереотипы. К нам забегали, роза есть, а мы специально привозили ее поменьше, вот эту бордовую, там Red Parish. Потому что мы знали, сколько еще есть красоты, и как наши сибирские, да, мы обделены этой красотой. Мы стали привозить все самое вкусное. Поэтому у нас есть один, как я говорила, из китов. Это большой ассортимент экзотических растений, к примеру, протея, да, это африканская роза. Ну, то есть, это невероятно, когда ты ее оформляешь. Народ гибкий в этом плане. Мы стали прислушиваться и чуть-чуть повышать свой уровень квалификации. Сначала, честно, было сложно, потому что... Нет розы и уходили. Да, или заходили розу в целлофане. А мы тогда специально не завезли целлофан, а завезли крафт. И мы пытались людей переучить на крафтовую бумагу и красиво упаковывать по-европейски. А людей нет, потому что всегда в советские времена дарили розу в целлофане. И сейчас, если просят, мы, безусловно, это делаем. Но мы каждый раз объясняем. Посмотрите, вот какая красота такая. А посмотрите, что можно сделать букетик из эликса или букетик из сухоцветов. Потому что сейчас идут тренды на природу, знаете, на натуральность такую. Я недавно забегаю в наш салон на Ленина-3, и парень говорит, а мне букетик из сухоцветов. И для меня прям было открытие. Не из свежих цветов, да, не из живых, а вот из сухоцветов. И это тоже... Мне тоже очень нравится. Да, и это очень гармонично, потому что, когда мы это обыгрываем стильно, я всегда говорю, девочки, вы должны каждого клиента обслуживать так, как бы вы хотели, чтобы обслужили вашу маму. Интересное правило. Цветочный салон. Это все-таки история про бизнес или выход в ноль уже хорошо? В любом случае, любой бизнес – это история про бизнес. Но если все-таки, забегая вперед, вы спросите, насколько он высокомаржинальный, я думаю, этот вопрос вас власти интересует, то мы не увидим в списке Forbes владельцев цветочных бутиков. Да, цветочных бутиков. Потому что это все-таки такая история больше про красоту, больше про созидание и больше про какую-то, знаете, энергетическую историю. Но он очень сложный. Поэтому это не высокомаржинальный бизнес. Это в любом случае бизнес. И он очень физический, энергетический и здоровьезатратный бизнес. Вот. Но он безумно красивый. У нас такая была смешная история. Как только я начинала, первый раз я начала делать мини-тренинги в салонах, перехожу на Советскую 55, собрала кружку флористов, начинаю рассказывать, как правильно обслуживать, как выявлять потребности. И забегает парень. Забегает, через какое-то время убегает. Я говорю, молодой человек, а вы куда? Он говорит, да мне этот цветок нужен на Г. Мы такие, гортензия? Он такой, да. Я говорю, так не сезон же. Он говорит, ну вот я побежала. Я говорю, а на К, а на Л, а на М. И в итоге мы с ним выбрали шикарные на Г тоже гиацинты. Я просто к тому, что хотела сказать, что мы всегда найдем. Если говорить о шкале достижений в этом сегменте, какая-то есть амбициозная планка? Вы знаете, сначала у меня была амбициозная планка. Это было два года назад, открыться в Москве. Мы открылись в Москва-Сити, салон работает сейчас там. Хорошая точка. Как получилось зайти на этот рынок? А это просто собственные амбиции, собственные желания. Вы знаете, очень много клиентов стали переезжать в другие города. Это наши постоянные клиенты, которые нас очень сильно любят. И мы их безумно тоже. Они стали говорить, почему у нас нет в Москве. И объездив всю Москву, посмотрев, как я говорю, пронюхав, для меня я считываю все эти энергии. Я становилась ни много ни мало. Мы выбрали локацию Москва-Сити. Мы находимся в городе-столиц. Это самая первая башня, которая открылась у нас невероятная. Возвращаясь к крутой локации, как вы выбираете? Мы это чувствуем. Мы чувствуем вот эти энергетические потоки. Мы открылись между двух ресторанов. Тут Абэна Бамбу-бар. Он у нас круглосуточный. Это первый этаж, да? Да, это первый этаж. Это та локация. Самая, как говорят Москва-Сити, самая шикарная. И когда в первый день открытия, ко мне наши клиенты, которые работают в Москва-Сити, подходили, обнимали, говорили, Лена, господи, какое счастье. Вот это счастье. Вот это счастье, когда твои клиенты любят тебя и ценят. И мы их тоже, безусловно. Вот, поэтому был еще у нас и есть сейчас у нас салон. Он просто открылся чуть раньше в Барнауле. Но вы удовлетворены? Я тот человек, который никогда не удовлетворен. Наверное, это и позволяет нашему бизнесу расти. И я понимаю, что со мной непросто, потому что я перфекционист. И вот этот перфекционизм, он мешает зачастую достичь вот этой постоянной планки. А может, все-таки помогает? Да, а может, и помогает, да. С другой стороны. Весь сегодняшний бизнес вращается вокруг системы пёс-н-то-пёс-н. А вы же представляете свой бренд Ля Рос. И это удивительно, потому что вам, наверное, никому уже ничего не нужно доказывать и транслировать вовне. Потому что вы уже сформировались и состоялись как бизнес-леди. Знаете, Настя, очень интересный вопрос. Я даже была как-то на тренинге у Аркадия Цукера, публичному бренду. Это было года 4 назад. Это вся такая история, прям набирала обороты. Я посидела, прослушала. Было модно ходить на тренинги. Было, да. Я просидела, прослушала два дня. Потом говорю, Аркадий, он говорит, ну, Лен, ну как твое мнение? Я говорю, вы знаете, я поняла, мне не нужен личный бренд. Я говорю, очень важно, чтобы мой личный бренд работал на моих трёх сыновей и на моего мужа. Потому что всё остальное, знаете, я всё-таки и команда наша за то, чтобы доказывать делом. Вот знаете, есть быть, а не казаться. И для меня важно, чтобы... Вы пробыть. Да, я пробыть. Чтобы о бренде для роз... Да, у вас может возникнуть дорого, да, но вы никогда не скажете, что плохо. Потому что за этим видно стоит и качество, видно очень много работы. Поэтому для меня очень важно не над личным брендом работать. Ну вот сейчас увидят. Вот он, личный бренд. Потому что сзади команда стоит, понимаете, команда, и каждый делает своё дело. И это такая работа 24 на 7. Сначала ты работаешь 24 на 7, потом ты уже 20 на 6, потом уже чуть меньше, да, потому что у тебя стоят крутые специалисты. Когда надо 25 на 8. Когда надо, безусловно. Когда впереди прекрасные праздники, Новый год, когда День Валентина, 8 марта. Да, в этом году безумно стал популярным, о чем я очень рада. И это, безусловно, благодаря пандемии, это День Матери. То есть, знаете, я вот сейчас говорю, а у меня мурашки по коже, потому что все на самом деле вспомнили про родителей, все вспомнили про мам. И этот год был невероятный, потому что до этого мы очень долго пытались популяризировать этот праздник, День Матери, да, последнее воскресенье ноября. И как-то он очень тяжело прокачивался. В этом году мы просто, я зашла в салон, и я была в шоке. Мы не могли ответить на все запросы. И мы выполнили все, мы благодарны. И я поняла, что нет худа без добра. Этот год стал годом сюрпризов, действительно. Да, да, да. То есть у вас команда, супруг и три сына. И вы одна противостоите со своими цветами вот этой мужской армии. Для меня это счастье. Они с иронией относятся к вам или уважают? Нет, очень с уважением. Нет, очень с уважением. Я поняла, что наши дети, они же считывают полностью сценарий поведения родителей. И как бы мы их ни учили, они смотрят на нас. Как мы общаемся с мужем, как часто муж дарит цветы, эти паттерны. Конечно, безусловно. И насколько любой папа дарит часто цветы маме. Мы часто приходим и видим, как, допустим, в магазине папа приходит, покупает маме цветы, дочке, дочерям цветы, своей маме цветы. И это очень круто, потому что стоит сын, и он считывает этот сценарий поведения. Поэтому для меня все-таки семья, это, знаете, это такая опора, это невероятные сыновья. Я ими безумно горжусь. И мы с мужем делаем все для того, чтобы, знаете, как это всегда говорят, у нас не хватает мужчин. Вот чтобы хватало достойных парней, мужей в будущем и, в принципе, осознанных людей. Елена, давайте немного о факапах. Какие ошибки вы совершили, выстраивая свою бизнес-империю? И любая проблема для меня послужила и для нашей команды таким, знаете, новым этапом для развития. Поэтому сказать о том, что вот был такой случай... А что там-то жалеть, может быть? Не надо было заходить на Ленина 3? О, нет, нет, нет. Были разные опыты, и мы по-разному пытались зайти. И это, безусловно, знаете, наверное, я однажды напишу книгу. Вот правда мне хочется поделиться своим опытом. Но для меня это такая история, что не быть жертвой. Я по жизни вообще занимаю позицию лидерскую. И мне очень нравится... Лидеры не жалуются, да? Да, мне нравится очень книга Робина Шарма «Лидеры без титула». И люди делятся на два типа. Есть жертвы, у которых всегда что-то виноват. Подрядчик виноват, заказчик глупый, тренды не чует. Конечно, есть лидеры, которые, знаете, это как... Ты не станешь профессиональным лыжником, если ты будешь ездить на одной и той же горе. И для меня каждый опыт, пусть даже плохой опыт, это для меня опыт. И я становлюсь профессиональнее, я становлюсь увереннее и так далее. И наша команда становится сильнее. Поэтому вообще рекомендую, во-первых, эту книгу. А во-вторых... Рекомендую не ныть, да? Не ныть, а делать. Про позитивное будущее. Что ты можешь сделать для того, чтобы у тебя это было? Поэтому для меня эта история не казаться, а быть. Брать и делать. Ставить цели и достигать их. И делать людей счастливее. Это самое главное. Что я могу сделать в этой жизни? Как я могу изменить этот мир? Я могу благодаря красивым, первоклассным цветам, которые мы привозим со всего мира, делать женщин счастливее, мужчин счастливее. Мир этот лучше, мир этот краше, мир позитивнее. Поэтому такая наша позиция и моя личная позиция. РБК благодарит вас за то, что вы рассказали вашу цветочную бизнес-историю. Цветущую бизнес-историю, так быть правильнее. И желаем вам успехов, преодоления разных цветочных склонов. И пусть все будет красиво, и дорого, и богато, и умных вам клиентов, и вам развития. Спасибо большое.